Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей Добровольский. Сегодня у нас на обзоре середняк от Xiaomi. Xiaomi Redmi Note 4G. У нас уже был на обзоре Xiaomi Redmi 2, тоже 4G. Поменьше аппаратик, этот просто побольше. Фактически это тот же самый смартфон. Давайте посмотрим подробно, что он из себя представляет. Начнем, как обычно, с распаковки. Поехали! Стандартная коробочка Xiaomi из плотного картона. Внутри сам смартфон, черный передник, белый задник. Дополнительный отсек, в котором конвертик. В нем две документации. Кабель USB-Micro-USB. И блок зарядного устройства. Давайте посмотрим, какие у смартфона внешние управляющие элементы, что где находятся. Итак, на верхнем торце у нас мини-джек для наушников и гарнитуры. На правом торце кнопка включения-выключения смартфона, а также качелька регулировки громкости звука. На нижнем торце у нас micro-USB-порт, на левом торце ничего нет. На фронтальной панели стандартно. Основную площадь занимает экран. Над экраном основной разговорный динамик, фронтальная камера и датчики. Под экраном три тач-кнопки Android. Список запущенных приложений домой и назад. На задней панельке тоже все стандартно. Основная камера, светодиодная вспышка одинарная, логотип Mi и мультимедийный динамик под решеткой. Давайте посмотрим, какие у смартфона технические характеристики. Есть поддержка высокоскоростной передачи данных LTE. Дисплей 5,5 дюймов с разрешением HD 720 на 1280 пикселей, что составляет 267 ppi. Android 4.2 Jelly Bean, обновляемый до версии 4.4.2. Поверх Android установлена своя оболочка MIUI 5.0. Чипсет Qualcomm Snapdragon 410. Четыре ядра, Cortex-A7 по 1,6 ГГц. Графика Adreno 305. Память. Основная 8 ГБ, оперативная 2 ГБ. Можно установить карту microSD до 64 ГБ для расширения основной памяти. Камеры. Основная 13 МП, фронтальная 5 МП. Аккумулятор имеет емкость 3100 мАч. Ну и давайте расскажу про выводы по Xiaomi Redmi Note 4G. Аппаратик у меня недельку уже на обзоре. Успел все попробовать. Что касается внешнего вида, то смотрится аппарат абсолютно так же, как и Xiaomi Redmi 2. Пластиковая лодочка, ничего не торчит, никаких углов резких. Все плавненько, все аккуратненько ложится в руку. Все удобно. Фронтальная панель, конечно, большая. Экран большой, рамки достаточно большие уже по современным меркам. Но это середняк, надо это учитывать, поэтому здесь узких рамок нет. Очень удобно, что кнопки управления Android вынесены под экран. Это отдельные тач-кнопки. И они, соответственно, не занимают в полезном пространстве дисплея никакого места. Что касается оболочки MIUI, то сейчас я считаю ее самой красивой оболочкой. Конечно же, не обошлось без iOS. Она пародирует iOS. Делает это очень успешно. Очень красиво сделано, прям я доволен. Из последних обозреваемых китайцев, Lenovo, Huawei, там ничего подобного не могут реализовать почему-то. То есть дизайнеры Xiaomi очень хорошо поработали. Все сделано очень красиво. Что касается дисплея, то 5,5 дюймов это очень комфортный размер. Но разрешение здесь не Full HD. Это середняк, опять же. HD разрешение для непривередливых нормально. Для повседневного использования тоже, в принципе, нормально. Но я привередливый, мне нужен экран хороший. Поэтому для такой дюймовости мне, конечно, бы предпочтительным был Full HD дисплей. Тем не менее, здесь HD для, опять же, непривередливых подойдет. Но мне маловато. Звук мне очень понравился. Что через основной мультимедийный динамик, что через наушники. Очень качественный звук. Хоть это и не флагман, но сейчас уже у всех очень качественный звук. Далее, что касается связи. LTE держит, действительно, на мегафоне проверено. 4G, это действительно 4G. Все нормально, со скоростью нет никаких проблем. Все ловит, подхватывает на мегафоне. Что касается аккумулятора, то он меня очень сильно порадовал. У Xiaomi Redmi 2, у которого такое же абсолютно железо под капотом, стоит аккумулятор меньшей емкости. Там было полтора дня. Здесь два дня, аккумулятор больше емкости при сохранении того же железа под капотом. Те же самые мощности с чуть-чуть большим аккумулятором дают, соответственно, более долгую жизнь. Про производительность можно сказать одно. Ничего вообще не тормозит. Вообще никаких проблем. Связано это, конечно, с тем, что стоит мощный Qualcomm 410, Snapdragon который, а также с тем, что экран здесь HD. Для HD-экрана возможности Adreno 306 достаточно за глаза. То есть все топовые игры летают, все приложения не тормозят, естественно. Интерфейс очень-очень-очень плавно работает. Что касается камеры, то провел, естественно, фотобитву. Было интересно, как смартфоны одной фирмы из разного ценового диапазона снимают в сравнении друг с другом. Взял Xiaomi Redmi Note 4G и Xiaomi Mi 4. Сходил утром в солнечный день, очень мало было облаков. Естественно, очень хорошая, очень удобная атмосфера для съемки. Фотоаппараты сильно не напрягаются. И я им еще и помог. Я поставил там режим солнечный день. То есть, естественное освещение у обоих. И снял. Этот, конечно, проиграл. Но, тем не менее, показал достаточно хорошие результаты в лесу. Внутри леса, когда мало света, меньше, чем на поле, допустим. Очень хорошие результаты. Сравним мы и с Mi 4. Но когда вышел уже на поле, где очень много света, где контраста много, белые облака, голубое небо очень ярко дает освещение. И темная земля, достаточно темный лес там вокруг на горизонте. То там уже начались небольшие косячки, которые правятся программно, конечно. Потому что, если у него одна фича, он добавляет слишком много красного. То есть, в любой абсолютно кадр он добавляет красного. Что на открытом пространстве, что в лесу, среди деревьев, он добавляет красный. Ну, там процентов 10. Что дает добавление красного к синему? Голубое небо. Добавляем к нему красного цвета, получаем фиолетовое небо. Поэтому самая распространенная ошибка, когда снимались облака, это было фиолетовое небо. Тем не менее, я говорю, это исправляется очень легко. Это программная ошибка, это не ошибка модуля, это ошибка программистов. Им стоит просто подработать этот режим. Специфические особенности здесь такие же, как у всех остальных последних смартфонов Xiaomi. Он умеет записывать разговоры. Делает это очень удобно. Нажал вызов, нажал запись, пока идет дозвон. Идет дозвон, ничего не пишется. Дозвон произошел, человек снимает трубку, автоматически начинается запись разговора. Очень удобно. Ну и что мы по итогу имеем? Ничего не тормозит. Достаточно хорошая средняя камера для своей цены. И цена в районе 12-13 тысяч рублей. В принципе, по современным меркам это недорого. Потому что если взять курс доллара год назад, то это была бы цена 8 тысяч рублей. То есть это реально недорого. Потому что ничего абсолютно не тормозит. Очень приятный интерфейс. Реально очень приятный. Очень хорошо, долго держит. И в игрушке играть одно удовольствие. Большой экран, кино очень приятно смотреть, потому что большой экран. То есть я его рекомендую однозначно. Если вы хотите сэкономить денег, купить 5,5-дюймовый дисплей. И достаточно надежный аппарат. Потому что компания сегодня выпускает очень надежные аппараты. То вот Redmi Note 4G или Redmi 2, который чуть меньше. У которого 4,7-дюймовый дисплей. Вот просто выбор. Либо там поменьше дисплей, поменьше батарейка. Либо здесь побольше дисплей, побольше батарейка. Это уж кому как. Мне чем Redmi 2 чуть-чуть больше нравится. Если бы я себе брал, я бы взял Redmi 2. Потому что там из-за того, что меньше дисплей, при том же самом разрешении экрана, получается плотность точек выше. То есть чуть-чуть шрифты четче. Здесь шрифты чуть-чуть менее четкие, чем на Redmi 2. Но, тем не менее, вот они по одной цене идут. Железо абсолютно такое же, все абсолютно такое же. Обалочка такая же, ничего не тормозит, все прекрасно. Поэтому рекомендую тем, кто хочет бюджетный вариантик себе взять с поддержкой 4G. Либо Redmi 2, либо Redmi Note. Спасибо, что смотрели этот обзор. Надеюсь, он был полезен для вас. Если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь на канал YouTube. Смотрите все видео. Я всегда с вами. Оставайтесь всегда со мной. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!